В России ответить на возможные санкции из-за Белоруссии дело Навального, уж ответят, я даже не сомневаюсь, Путин вообще все запретит, помните в прошлый раз он жрать россиянам запретил, сейчас срать запретит или дышать или еще что-то, то есть как он отвечает на санкции, он бьет своих, в прошлый раз я говорю запретил россиянам что-то кушать. Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами, с Литвой, Польшей и Украиной, обратите внимание, помните я проект указов Тихановской рисовал и в этом проекте было открытие границ Литвой, Польшей и Украиной, полное открытие и закрытие границ с Россией, Лукашенко сделал все наоборот, то есть максимально открыли границу с Россией, после разговора с Путиным, да, и закрыл с Литвой, Польшей и Украиной, но я думаю, что туда еще войдет скоро Латвия, безусловно. Российские артисты записали клип с цитатой Лукашенко, то есть там сейчас везде показывают клип, который, наверное, обошелся в полтора миллиарда вот этим долларов, там и Киркоров, и Басков, и Буйнов, и Анита Цо, и Диана Гурская, и в общем, все-все-все вылезли, все поют, и там поют, здесь мое небо, мой дом, мое сердце, здесь все родное и близкое с детства, я люблю всей душой землю свою, здесь мы живем, будут жить наши дети в мире любви и согласия вместе, просто знай, любимую не отдаю. Блять, какая графомания безумная, просто, вы знаете, я вот хотел, тут знаете, я Экспромт мгновенно сочиняю такие убойные, абсердные, здесь я не могу сочинить Экспромт, у меня для такой графомании у меня не хватает таланта, это особенно талантливым надо быть, представляете, жуть, конечно. Вот это они все пропели, я так понимаю, что это должно было быть 4 августа, деньги получили, любимую не отдают, это цитата Лукашенко, то есть вот благодаря этой цитате он должен был стать президентом. Белорусская оппозиция меняет, пишет дислокацию и тематику, рассказывает, что обсуждается переезд штаба Тихановской в Польшу и что белорусская оппозиция отказывается от ориентации на Россию, разрабатывает новую политическую программу. Та оппозиция, которая была ориентирована на Россию, то есть это Газпромовцы, они так и будут, они не на Россию, они на деньги ориентированы, понимаете, поэтому не надо иллюзий никаких питать. А кто не был ориентирован, тот и не будет ориентирован на Россию, потому что сейчас не лучшее время для оппозиции ориентироваться на Россию, просто нужно зерна от плевел отделять. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявление о наличии политических заключенных в республике. В таких случаях обычно нужно требовать некую справочку, да, там как-то подготовьте, пожалуйста, вы вот утверждаете, что нет политических заключенных, подготовьте, пожалуйста. А потом надо затягивать, то есть брать фамилии тех, кто является политическим заключенным и предлагать ответить на вопрос, а как же вот эти люди, они где, не в застенках находятся? Они не политические заключенные и так далее. Понятно, что это очень длительный процесс, но этот процесс должен двигаться. Почему он должен двигаться, этот процесс? Потому что если будет это стоять на месте, то у людей, которые находятся в застенках, вообще не останется никаких шансов. Это очень важно, чтобы у них был хоть какой-то шанс. Это очень важно. как раз nuance Финкл 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 Продолжение следует...